Добрый день, дорогие зрители! С вами я, Дмитрий Фуфаев, главный редактор журнала «Искусство и жизнь». И сегодняшняя наша тема «Хорошие художники не голодают». Мы с вами будем говорить о бард-маркетинге, о современном продвижении российских художников на различные площадки для продажи картин. Начну с хороших новостей. Завершился аукцион художника Дмитрия Валентиновича Дмитриева. 100% его работ были проданы. Это, мы считаем, очень хороший результат. Сейчас проходит наша мультимедийная выставка «Искусство эмоциональной глубины», которая привлекла к себе повышенное внимание. И только в первый день было просмотрено, около 30 тысяч зрителей смотрели нашу выставку. Это очень хороший результат, сопоставимый с офлайн-мероприятиями, такими как «Артлайтфест», который сейчас проходит, «Артраша» и так далее. То есть первый день работы нашей мультимедийной выставки показал результаты, превосходящие офлайн-выставки. Сегодня мы будем с вами говорить о том, какие инструменты есть у художника для продажи его работ. «Хорошие художники не голодают» – тема нашей лекции. Начнем с глобальных новостей, которые есть на арт-рынке, и постараемся ответить на те вопросы, которые возникают у наших читателей ВКонтакте. Очень удобно. Есть обратная связь. Можно понять, какие вопросы интересуют людей, и ответить на основные темы. Ну, начнем. И сегодня мы будем говорить и о возможностях, и о заблуждениях, незнаниях художников, которые не дают им хорошо продавать свои работы, если, конечно, такая цель перед ними стоит. Цели у художников разные, и поэтому на всех очень сложно угодить. Ну, будем говорить о продажах, об успешных продажах, об аукционе, и об инструментах, которые есть у современных художников. Тема сложная, но она абсолютно доступна для понимания всем, и молодым, и тех, кто в возрасте. Начнем с основных новостей. Основная новость последнего времени – это то, что в России остается одна система. Это система Mail.ru Group, которая объединяет много инструментов. Это электронная почта, социальная сеть ВКонтакте, социальная сеть Одноклассники, видеохостинг ВК-видео, видеохостинг ВК-клипы и музыкальный хостинг ВК-музыка. Это все единая система, это единые владельцы, и работать придется в ближайшее время по этим правилам, потому что в России ничего другого больше не остается. К сожалению, все чаще и чаще говорят о закрытии Ютуба. Названа уже точная дата – это следующий год, начало года, что в России будет заблокирован Ютуб. Вот такая вот веселая новость. Также планируется, что будут заблокированы какие-то мессенджеры. Что это будет, пока не знаем. Но свершиться это, не свершиться, никто не может сказать. Но быть готовым необходимо. Мы делаем все, чтобы подготовиться к любым ситуациям любого блокаута. И любые ограничения – это не всегда плохо, это очень часто даже хорошо. Мы внедрили на наш сайт новый видеоплеер, который не хранит видео на площадках сторонних структур, а это собственная площадка с своими функционалами, которые превосходят возможности других плееров. То есть, видео, которые хранятся на нашем сайте, обладают свойством интерактивности. И сейчас мультимедийные выставки, которые мы проводим, они интерактивные. Что это такое? Что такое интерактивная выставка? Интерактивная – это выставка с обратной связью. То есть, когда прокручивается видеофильм, у пользователя есть возможность в определенные моменты нажать на определенные кнопки для того, чтобы совершить определенные действия. Например, мы показываем и рассказываем о картинах конкретного художника, и в момент рассказа пользователь может нажать на видео в определенную точку и перейти к сайту художника, перейти к точкам продажи, на аукцион и совершить другие активные действия. То есть, наши мультимедиа-выставки, они интерактивные. А с учетом того, что сейчас мы выводим наши видео на очень большие аудитории, это аудитории стотысячных просмотров целевых, это не по воробьям, это аудитории покупателей живописи. Интерактивность дает очень большие возможности. Это возможности продавать. Оговорюсь сразу, что некоторые художники задают очень смешные вопросы, на которые непонятно, как отвечать. Они задают вопрос, например, какие результаты проведения ваших выставок. На этот вопрос сложно ответить, потому что, хотя вроде как бы понятно, что художник спрашивает, но на самом деле мы понимаем, что за этим вопросом стоит совсем другой вопрос. Художник хочет узнать не, как продавались работы других художников, он хочет оценить, как будут покупаться его картины. А это самое сложное, потому что информация о том, как продаются картины других художников, но она мало что дает для понимания того, как будут продаваться ваши картины. И здесь можно делать экспертные оценки и задавать прямой вопрос. Скажите, как вы оцениваете вероятность продажи моих картин? Вот на этот вопрос можно достаточно четко ответить, потому что рынок мы более-менее знаем, и можем заранее сказать, что будет пользоваться спросом, что не будет пользоваться спросом. Ну и так вернемся к инструментам маркетинга, которые есть сейчас в наличии у художников и дают возможность жить за счет продажи своего труда, своих художественных произведений. Давайте об этом поговорим, и поговорим подробно, и поговорим о том, что можно делать, чего нельзя делать, какие есть опасности и так далее. Я занимаюсь маркетингом всю свою жизнь. Начинали мы работать с интернет в 90-е годы. Я участвовал в компании, которая занималась продвижением технологий интернет в Россию и наблюдал вот все развитие, какое происходило с 90-х годов. Многое, что было в то время, мы видим сейчас. Ну что именно? Что новые технологии люди не замечают, думают, что ничего этого нет. Они живут в своем замкнутом мире и думают, что все остальное, оно такое же. Когда сталкиваются с чем-то непривычным, они думают, что это неэффективно и не понимают, что тот мир, в котором они живут, вот как раз этот мир, он уже безнадежно устарел, мир изменился и так далее. Вот когда мы проводили интернет в Россию, сейчас, наверное, уже никого не надо убеждать, что веб-сайты, интернет, соцсети – это важная часть нашей жизни. Но в 90-е годы, когда были газеты, журналы, а про интернет никто ничего не знал, доказать эффективность интернет было невозможно. Мы тогда делали прогнозы, которые все сбылись. И прогнозы были такие, что уйдут печатные издания, и вместо них будет развиваться технология интернет. Но в 90-е годы это было абсолютно неочевидно. И когда мы предлагали предпринимателям создавать интернет-сайты, они говорили, кому это надо, кому нужны ваши интернет-сайты. Вот захожу я в Рэмблер, и где там недвижимость, ничего нет, какой интернет – это никому не нужно, кроме вас, компьютерных гениев, программистов и людей, которые занимаются другими технологиями, а не недвижимостью, не косметологией, не чем-то там другим. Так вот, сейчас художники, наверное, это последнее сообщество, которое живёт старыми технологиями и не понимает, что мы живём не просто в новую эпоху, а мы живём в постковидную эпоху. И чем отличается постковидная эпоха от ситуации до 2019 года? Это то, что сейчас тотальные онлайн-магазины, тотальные онлайн-выставки, виртуальные выставки, мультимедийные выставки, всё ушло в интернет очень глубоко. А оффлайн-формат, он становится непопулярным. Мы многократно уже замечали, что на выставках, которые проводятся не на крупных площадках, не на таких площадках, как Манеж или Гостиный двор в Москве, которые собирают десятки тысяч людей, а на небольших залах, в хороших галереях, вот на маленьких площадках нет людей. И если нет людей, то о каких продажах можно говорить, потому что эту выставку никто не видит. А мультимедиа-выставка и вообще мультимедийный формат, он сейчас активно развивается. В чём заблуждение многих художников? Многие художники считают, что мультимедиа-выставка – это то, что я вижу на мобильном телефоне. Это глубоко не так. Мультимедиа-выставка – это формат для больших экранов. Это не для телефона. Это телевизоры большой диагонали, большие плазмы. И сейчас люди потребляют контент через большие экраны. Я говорю о профессионалах, потому что если у вас только мобильный телефон, у вас даже нет компьютера, это не значит, что все живут именно так, как вы. Статистика показывает, что 40% просмотра видео приходится на смарт-ТВ, на устройство смарт-ТВ. Я давно уже купил себе домой приставку. Она стоит очень дёшево, от 3 до 6 тысяч, которая позволяет смотреть на телевизоре всё, что можно смотреть в интернете. То есть, это не встроенная какая-то система в телевизор, как правило, неудобная. Это полноценная Android операционная система. И всё, что можно смотреть на системе Android, на телефоне, планшете, всё это можно смотреть на телевизоре. Там есть YouTube, там есть Telegram, там есть WhatsApp, там есть ВКонтакте со всей этой инфраструктурой. И вот сейчас очень важное событие происходит в то время, когда мы записываем эту лекцию. Проходит Artlight Fest в Манеже. На этом мероприятии очень интересные лекции, посвящённые арту. Можно смотреть онлайн-трансляции, можно в записи смотреть. Это всё очень интересно. Я смотрю на большом телевизоре, на большом экране, и мне очень комфортно всё это смотреть. И так всё больше и больше людей потребляют видеоконтент современный. То есть, смотрят всё-таки на телевизорах, не на телефонах. Поэтому проведение мультимедийной выставки, если мы её выкладываем в интернет, оно очень комфортно для изучения картин. Это на большом экране. Всё это видно. И вот эти большие мониторы, если вы посетите современные выставки этого года, то вы увидите, что практически на каждом стенде есть большие экраны. Как мы распространяем наши мультимедиа-выставки? Мы их отправляем нашим партнёрам. То есть, они проводятся в интерактивном виде на нашем сайте. Мы делаем рассылки по очень большим базам данных. Наши базы данных электронных адресов – это десятки тысяч галерей по всему миру. То есть, когда мы проводим какую-то тематическую мультимедийную выставку на русском, английском, китайском языках, то мы её прежде всего отправляем по галереям. На нашем сайте, в отличие от Ютуба, который заблокирован во многих странах, Китай, некоторые другие государства любят блокировать Ютуб. Россия сейчас будет одной из этих стран, скорее всего. По крайней мере, такая информация доступна. Значит, на нашем сайте информация по-любому видна. Видна в Китае, видна в Арабских Эмиратах, видна в Европе. И на нашем сайте выставка интерактивна. Мы рассылаем очень большие рассылки. У нас есть алгоритмы такие. Если вы будете делать это своими силами, то вас заблокируют. У нас технология очень серьёзная. У нас стоит система легализованной e-mail рассылки, подтверждённый аккаунт. И мы можем отсылать до 20 тысяч писем без каких-либо проблем и ограничений. Кроме этого, мы транслируем наше видео на Ютуб. У нас немаленький канал. Там около 3700 подписчиков со всего мира. Кроме этого, мы задействуем ВКонтакте как одну из самых сейчас значимых площадок интернет в России. Кроме этого, мультимедийные выставки мы пересылаем нашим партнёрам. Они их показывают на мероприятиях. Так мы работаем с Китайско-российским культурным центром. Мы им отсылаем наши мультимедийные выставки. Они на мероприятиях, на больших экранах показывают этот формат. И это самый дешёвый способ первичного знакомства с художником. Потому что вести живую выставку куда-нибудь в Пекин или на Себу или в Катар – это очень большие деньги. Мультимедия доступна всем. Телевизоры есть в каждом офисе. И все могут посмотреть выставку, кому это интересно, на большом экране. Мы всем рекомендуем смотреть только на больших экранах, потому что на телефоне совершенно другое ощущение от просмотра видео. Вообще, кино нужно смотреть на большом экране. Это знают все любители видеофильмов. И сейчас такие возможности есть. Кроме этого, вот сейчас в декабре будет имиджевое мероприятие «Итоги года», которое проводит наш партнёр Русско-Азиатский союз промышленников-предпринимателей. Там соберутся около 300 ВИП-гостей. Это послы всех зарубежных стран, особенно стран Азии, которые являются для России дружественными. Там будут главы крупных предприятий. И там мы проводим имиджевую выставку в офлайн и в мультимедиа формате. Некоторые задают такие вопросы. Какой смысл тратить деньги на эту выставку, поскольку там нельзя продавать картины? Но вопрос очень некорректный и говорит о том, что люди вообще не понимают, как устроен арт-мир, что для того, чтобы успешно продавать имя художника, должно быть известно, что у неизвестных художников покупают только интерьерные работы. Чуть позже об этом поговорим. И если художник хочет, чтобы его работы покупались, то он должен нарабатывать своё имя. Его имя должно быть везде. А имиджевые мероприятия дают возможность достучаться до тех людей, до которых вы в обычной жизни не сможете никак достучаться. То есть, вашу работу мы можем подарить послу, она будет висеть в посольстве, и вас в этой стране уже будут знать как художника с определённым именем. Вашу картину мы можем подарить главе, например, РЖД. Вот просто так вы вряд ли сможете подарить картину свою олигарху. А на этом мероприятии сделать это возможно. У нас есть художники, которые делали выставки в русском музее, в других крупных музейных площадках. Там тоже нельзя продавать. Но при этом и затраты на проведение такой выставки персональной очень высоки. Но при этом художники идут на эти затраты, потому что они прекрасно понимают, что строка в биографии, что «я выставился в русском музее», она очень сильно помогает продавать в последующем картины. Это очень важно. Так же, как строка в биографии, что мои картины находятся в посольствах стран определенных, также влияют на продажи. А если ваши работы находятся в коллекции олигарха, а олигархи будут на этом мероприятии, то об этом также можно будет говорить, и это будет влиять на продажи. Как самый важный инструмент мы считаем сейчас это аукционы, потому что аукционы позволяют показывать покупателям, как ваши работы продаются, какова их стоимость, и мы вместе с мультимедиа-выставками проводим аукционы. Вот вчера одна женщина там написала, что только живые выставки, только живые выставки, кто будет покупать на мультимедиа. И вот сразу понятно, что человек находится в коконе, он не видит, что происходит в мире, он не видит, что вокруг это Алибаба, Озон, Саачи Арт. Продукты питания мы уже заказываем через курьера. То есть мы вступили в эру постковида, это эра дистанционности, это эра, когда самые большие контакты проходят через интернет, а не на оффлайн-мероприятиях. И постепенно оффлайн-мероприятия будут отмирать. Это вот наш прогноз такой. Вместо них будут более современные форматы. Вот то, как сейчас проходит ArtLifeFest. Например, площадка используется, чтобы собрать определенных лекторов, а дальше идет трансляция через ВКонтакте либо другой видеохостинг на большие аудитории. Поэтому вот сейчас абсолютно не нужно использовать, не нужно в смысле для достижения определенных целей, не нужны оффлайн-мероприятия. Потому что если мы хотим, чтобы о нас узнала большая аудитория и сверхбольшая, то есть аудитория ста тысячных просмотров, более, для этого оффлайн совсем не нужен, он только может мешать. А онлайн-мультимедия все это дело помогает. Посмотрите, какие сейчас мультимедийные экраны на выставках. То есть это просто чудо какое-то. Вот на последней выставке были мультимедийные экраны в стену. Вот сюда идет мир. Мир идет в сторону потребления видеоконтента. И арт, он не может оставаться в стороне. Опять-таки, самый популярный магазин интернет это Саачи, где продается арт, который сейчас недоступен россиянам. Это все онлайн-форматы. И они доказали свою эффективность. Если ваши работы не покупают, то нужно смотреть на сами работы, почему их не покупают. Надо об этом думать, надо изучать спрос, смотреть, какие работы сейчас популярны, что сейчас модно. потому что скорее всего ваш сегмент это сегмент не инвестиционных работ, а интерьерных. А для интерьерных работ важно понимание, как сегодня все это устроено. Не как это было 10 лет назад, не 20, не 30, когда вы учились где-то. Мир меняется, уже тренды другие. те квартиры, как обставлялись 20-30 лет назад, сейчас уже декорируются по-иному. Нужны новые подходы, нужен новый свежий взгляд, нужно изучать, опять-таки, сейчас есть возможность через мультимедиа, через видеоформат изучать, что на европейских рынках происходит. Значит, о чем я хочу вас предупредить сейчас, во всем мире популярны жикле. И художники не понимают, как производятся эти работы, а именно жикле сейчас продаются очень хорошо и покупаются очень хорошо, потому что это дешево относительно оригиналов картин и закрывает потребности интерьера. То есть сейчас в интерьер очень любят покупать жикле, это надо понимать. И здесь такая вот вещь. Художники не понимают, что то, что они выкладывают в интернет в открытом формате, не снабжая защитными знаками, водяными знаками своей работы, что все эти работы могут быть напечатаны современными технологиями на большом формате. То есть вы выкладываете небольшую картинку в вашу социальную сеть, ее можно скачать и напечатать жикле размером 2 метра, разогнать размер картинки с помощью нейросетей современных технологий, и я на это обращаю внимание. И вот с этого аспекта, если мы смотрим живые выставки, это просто потери денег для художников по большому счету. То есть вы выставляете работу на выставке на какой-то, на оффлайн, вот сейчас будет уникальная Россия выставка с большим количеством посетителей, придут люди, которые хотят для своего интерьера какую-то картину, на мобильный телефон сфотографируют прямо на выставке вашу работу. Дальше они идут в любой качественный салон печати и печатают эту работу на большом формате и вешают в квартиру. Вы не получаете с этого денег. То есть вообще говоря, с точки зрения безопасности и защиты авторских прав, я бы ни одну серьёзную интересную работу на оффлайн выставку не стал бы выставлять, не засвечивая её стробоскопами, чтобы нельзя было сделать фотографию. Но я ни на одной выставке не видел, чтобы такое было. А с учётом того, что печать ЖКЛЕ набирает уже и в России огромные обороты, то для художника это серьёзный вызов. Значит, сейчас для художника есть несколько вызовов. Это нейросети, которые вполне могут заменить картинки для интерьера. Это и печать ЖКЛЕ с фотографий, которые сделаны. Либо с интернет скачана картинка, либо на выставке сфотографирована. Вот, например, кто-то хочет иметь картину Бато Джугаржапова, да, и заказать эту работу у самого мастера они не в состоянии. Но можно приехать на выставку Арт Раша, подойти к стенду, где выставлены новые работы Бато Джугаржапова, сделать фотографию на мобильный телефон, даже не на фотоаппарат, потом ее обработать с помощью нейросетей и печатать форматом полтора-два метра. Таким вот образом это возможно. Поэтому в современных технологиях выходить на оффлайн выставки с интересными работами новыми я бы не стал рекомендовывать. Вот например сделать ЖКЛЕ с видео формата практически невозможно. Если мы выкладываем картины в интернет, то мы ставим защитные знаки на них. Защитные знаки теоретически с помощью нейросетей тоже можно удалить, но вряд ли кто-то будет заморачиваться на проведение этих сложных манипуляций. Вот такие вот вещи. Что мы планируем в ближайшее время? В ближайшее время выходит новый номер журнала «Искусство и жизнь». Мы приглашаем всех художников, кто хочет защищать свои авторские права, размещать картины в журнале. Это защита законодательно защищается таким образом. Помимо этого журнал мы распространяем на всех крупных выставках по галереям. Его можно купить на нашем сайте. И он сейчас пользуется огромной популярностью, потому что многие хотят что-то подержать в руках, не только через интернет смотреть, но и в книгах, которые и в журналах, которые будут храниться очень долго. Для художника участие в журнале дает очень большие преимущества. Во-первых, это наработка имиджа в том числе. Это первое. Второе. Распространение по галереям журнал расходится. Если вы хотите знакомить со своим творчеством профессионалов, то добро пожаловать в журнал «Искусство и жизнь», который выходит в России, распространяется в Китае через наших партнеров Русско-Азиатский союз промышленников, предпринимателей. Сейчас на мероприятии Русско-Азиатского союза итоги года мы туда отдаем несколько сотен журналов, которые будут вручены всем ВИП-гостям, а это руководители предприятий, это послы государств, олигархи и прочее. То есть, это поистине ВИП-прием в гостинице «Метрополь». В будущем году мы будем еще больше проводить мультимедийных выставок различных. Мы хотим вернуться опять на трансляцию на Европу. Это Ницца, Франция, Италия, Милан и другие страны, Нью-Йорк, Великобритания. Мы считаем, что постепенно Россия будет выходить из изоляции. Даже если Ютуб на какое-то время будет заблокирован в России, мы думаем, что это ненадолго, что в ближайшие годы мы уже видим этот тренд, что потихонечку будет все заканчиваться, все эти неприятности, и россиян опять будут ждать на крупных мероприятиях, и нужно нарабатывать себе имя, а сделать это можно сейчас только через мультимедиа выставки. Другого варианта я не вижу. Но есть варианты дорогие. Вот сейчас наши партнеры галереи Ксения Григорян едет в Доху, в Катар, но чтобы отвезти три работы туда, три работы, нужно затратить сотни тысяч рублей, а то и больше. Это очень дорого, и захватить эту аудиторию, чтобы познакомить с художником. А за счет интерактивности, если кому-то понравится работа, то можно сразу ее заказать на нашем сайте с доставкой через печать ЖКЛЕ, либо оригинал, то есть можно и то, и то заказывать, никаких проблем нет. Участвуйте в наших проектах, и мы с каждым художником отдельно работаем, консультируем, рассказываем о современных методах, что доступно каждому художнику. Продажи идут, они идут очень неплохо, вот буквально вчера, тоже интересный факт, позвонила женщина по ролику в Ютубе про художницу, которую мы делали, и захотела купить ее работу, а ролику этому, ну, наверное, лет 7-8, то есть время идет, а в интернете вся эта информация сохраняется, то есть ролики с мультимедиа выставками в Ютубе, ВКонтакте, в Дзене, они доступны для поиска в поисковых системах, и живут очень долго. Оффлайн-выставка прошла, на другой день уже никто о ней не вспомнит, то есть надо ждать следующую, опять платить деньги. Мультимедиа выставка живет десятилетиями, мы уже уверены, что видеоформат он пришел всерьез и надолго, то есть он никуда не исчезнет, и эти технологии будут только развиваться, но никак не исчезать. Поэтому приглашаем к сотрудничеству, подписывайтесь на все наши каналы, мы стараемся рассказывать какие-то новости, технологии, новости, арт-рынка, знакомим с художниками, проводим аукционы, аукционы это одна из важнейших частей арт-маркетинга. С вами был я, Дмитрий Фуфаев, всегда рад снова встретиться с вами, пишите ваши вопросы, мы будем на них отвечать, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Ютубе, мы есть в Дзене, на всех основных площадках мы присутствуем, так что художникам выгодно с нами поддерживать тесные связи. Спасибо. Спасибо.